МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И долгое время было непонятно, что же сейчас происходит в городе, учитывая недавний взрыв в метро. Оказалось же, что часть стены обрушилась из-за некачественной работы строителей. Они заливали монтажную пену, которая раздулась, и от этого рухнула облицовка. Ну а за всей последней информацией о произошедшем в Санкт-Петербурге и за реакцией жителей сегодня следила моя коллега Елизавета Курочкина. Лиза, тебе слово. Захар, ну начну прежде всего с последней информации о взрыве, который произошел в питерском метро 3 апреля. Итак, Интерфакс пишет, что Акбарджона Джалилова, именно его, я напомню, подозревают в совершении теракта, могли использовать без его ведома, а в качестве живой бомбы. По словам собеседника агентства Интерфакс, о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться, свидетельствует, цитата, множество факторов, среди которых поведение Джалилова, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, якобы смертников готовят очень долго. Поэтому здесь версия о дистанционном подрыве уместнее, но, повторюсь, пока эта информация неофициальная. Теперь вернемся к событиям этого дня. Прежде всего напомню, что утром в Петербурге на Товарищеском проспекте нашли самодельное взрывчатое устройство. Обнаружили его прямо в квартире, уже задержали предполагаемых подозреваемых, бомба же полностью обезврежена. А спустя несколько часов появилась информация о взрыве уже на проспекте Солидарности. Якобы очевидцы услышали громкий хлопок, но позже в МЧС информацию о взрыве полностью опровергли, а хлопок раздался из-за падения бетонной плиты с верхних этажей дома. Обрушилась облицовка, в свою очередь, из-за строительных работ. Тем не менее, жители северной столицы сейчас все эти факты пытаются как-то связать между собой. Паника в городе присутствует. Об этом жители Питера пишут в социальных сетях. Способствуют панике многие слухи, а также недостоверная информация, которая сейчас идет в СМИ. Якобы слухи как раз таки и рождают вот эту накаленную обстановку в городе. Об этом нам пишут и красноярцы в соцсетях. Цитата. В питерских сообществах вообще дикость какая-то в последние дни. Все боятся. Кто-то везде видит террористов. Другие включают радикальное отрицание. И любые новости провозглашают ложью. Конец цитаты. Мы сегодня связались с Денисом Проскурином. Он живет в Санкт-Петербурге и рассказал, что происходит в городе. Давайте послушаем. Все относятся к этому по-разному. Кто-то понимает, что думает, что это неизбежно. И поэтому не боится и не испугался произошедшего. Точно так же ездит на метро, на общественном транспорте, ходит везде. Кто-то наоборот стал бояться всего. Из метро до сих пор некоторые люди знают таких, которые не спустаются. Преимущественно на общественном транспорте надельно передвигаются. Анна Яркова, которая также живет в Санкт-Петербурге, причем рядом с той станцией метро, где и произошел взрыв, также рассказала о том, что трагедию люди все еще переживают. Слово ей. Остановка в городе, конечно же, напряженная. Все боятся. Страх в глазах. Страх в глазах людей, когда идешь мимо. Косые взгляды, постоянные проверки. Люди до сих пор носят цветы на те станции метро, где это все случилось. Я просто сама живу на одной из таких станций. И очень много цветов носят до сих пор. Все боятся. И то, что сегодня была новость о том, что в доме были найдены несколько болтов, обезбрежены. Естественно, как бы, ну, многие не выходят из дома, не ходят на работу, не ходят в школу. То есть, как бы, мы видим, действительно, очень страшно. О том, что страх, который рождается в том числе и из-за слухов, и из-за ложной информации, и что контролировать его нельзя, мы сегодня пообщались с психологом. Слушаем. С точки зрения психологии, вообще любой теракт – это некое что? Ну, это некий стресс. Это неожиданность. Это последствия потом страха, испуга. Ну, а самое главное, в этот момент люди начинают чувствовать себя опасно. Ну, то есть, это за жизнь, за выживание. И страх, знаете, какой я вам даже скажу. Если судить и основываться на том, что произошло в Санкт-Петербурге, то теперь страх ожидания – это самое такое для меня… Скорее, это такое состояние, когда ты постоянно в ожидании, в постоянном напряжении. Если люди его контролируют и могут сами себе его, ну, будем говорить, осознавать, потому что страх и паника, может быть, неосознанно, понимаете, что-то случилось, и человек начинает паниковать. Но в то же время многие петербуржцы говорят о том, что именно страх помогает людям сплотиться и помнить о том, что поддержка есть всегда. Давайте послушаем, что нам рассказал житель Санкт-Петербурга в прямом эфире вечерних новостей. Даже в преддверии тех событий, которые произошли, у меня за эти два дня произошло несколько встреч с людьми, которых я давно уже не видел. Поэтому какие-то положительные моменты в этом люди стараются находить и не поддерживают друг друга. Ну, а закончить я хочу такой доброй деталью. Машинист Александр Каверин, который получил помощь, который получил награду от анонимных благотворителей за помощь при спасении людей во время теракта в метро, передал свою награду одной из пострадавших женщин. На этом у меня все. Захар. Да, спасибо, Лиза. И тему происходящего в Санкт-Петербурге, да и в целом настроение по стране обсуждали сегодня в программе «После новостей». В частности, затронули тему возможной как раз паники и повышенной бдительности. Давайте послушаем. Теракт обычно имеет своей целью именно посеять панику, страх, принудить к тому, чтобы люди вели себя по определенному сценарию. Мы должны показать, что это не получится. А, по-вашему, Питер ждет вот такой поддержки? Я думаю, такая поддержка всегда важна и всем она нужна. Я бы еще сказал, что одним из итогов, наверное, должна быть не только поддержка, но и такая. Вот сейчас в Питере, я уверен, эмоции у них сильны. И они, ну, в такой момент обычно люди становятся предельно бдительны. Нам это тоже не помешает. И даже это нужно будет сказать, чтобы люди были, безусловно, бдительны. А что вы думаете о событиях в Санкт-Петербурге? Свои мнения и комментарии присылайте на наш СМС-сервис, номер 9020, в начале ТВК, для пробел и текст. Кроме того, пишите в нашу группу ВКонтакте. А также в WhatsApp, Viber и Telegram, номер 8 923 165 45 00. Комментируйте и другие темы выпуска. Сообщения прочитаем немного позже. Вместе против террора такая акция поддержки пострадавших во время терактов в Санкт-Петербурге пройдет 8 апреля. Сегодня стало известно, что она состоится и в Красноярске. Предстоящий митинг активно обсуждают в социальных сетях. Красноярцы интересуются, успеют ли организаторы за несколько дней получить разрешение на массовое мероприятие. В администрации города сегодня пояснили. Оказывается, согласование не требуется, так как это общественная акция, а не политический митинг. Поэтому 8 апреля желающих ждут в полдень на площади перед БКЗ. Как сообщает известие, акция станет данью памяти погибшим во время теракта 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По информации издания, начнутся митинги с минуты молчания. Вот издание РБК, ссылаясь на свой источник, заявляя, для митинга во всех городах привлекут бюджетников. Организовывать их обязали глав районов. Во второй части выпуска поговорим об опасных химикатах на территории бывшего комбината. Далее у нас реклама, не переключайте канал. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы относитесь и что думаете по поводу происходящего в Санкт-Петербурге. Напомню, там был теракт. После еще нескольких событий находили взрывчатые устройства. Сегодня обвалилась плита жилого дома. И также люди сперва подумали, что это якобы взрыв и очередной теракт. Вот информацию об этом не подтвердили. Но вот судя по сообщениям и то, о чем мы сегодня уже рассказывали, паника продолжается. И многие не верят, что это просто обрыв стены. Хотя, повторюсь, официально информация именно такая. К сообщениям еще вернемся сейчас к другим темам. Соляная, серная, фосфорная кислота, аммиак и ртуть – это не перечисление химических веществ из школьного учебника, а ассортимент в кладовке бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Несколько дней назад с ворот цехов сорвали замок. Теперь попасть туда и получить доступ к реагентам может любой. Все подробности у Елизаветы Курочкиной. Улица Уярская. Территория целлюлозно-бумажного комбината. Здесь находятся очистные сооружения. Как говорят жители, раньше здесь висел замок, и попасть сюда было невозможно. Но с недавнего времени ворота открыты. Для всех желающих попасть на территорию цехов может любой. Давайте попробуем мы. И в одном из цехов раньше находилась лаборатория. Судя по обстановке в комнатах, здесь уже давно никто не бывал. Как и в этой кладовке, здесь не только никто давно не появлялся, но и никто не вывез отсюда опасные вещества, а также ртутные градусники, которых здесь несколько штук. И вот эти бутылки, их здесь около 20. В них находятся соляная кислота, серная и фосфорная. Несмотря на то, что срок годности у большинства уже истек, вряд ли они стали безопаснее. Даже если в склянке находится жидкость просроченная, это не значит, что она стала безопасной. Скорее всего, бывает наоборот. Просроченная, значит, это хуже, чем даже, может быть, чем было. При попадании на кожу химический ожог, при вдыхании токсинов, отравление с ярко выраженными симптомами. Такова угроза доступности этих веществ. Причем, как говорит эксперт, особо опасны в этом случае не реактивы, а ртуть. Так называемая живая ртуть в термометрах. От таких предметов, которым, в принципе, не химик, доступ получать не должен, нужно и избавляться по-особому. Это отходы. Особо опасные отходы, которые обязательно должны быть утилизированы. И предприятие не может прекратить свою работу до тех пор, пока полностью не произведены все необходимые в этом направлении работы. Узнать, кто должен контролировать утилизацию реагентов, новости ТВК пытались в течение всего дня. Министерство природных ресурсов направило за комментарием в Росприроднадзор, мол, за такими объектами должны следить федеральные структуры. Там, в свою очередь, отметили, за ЦБК они не отвечают с тех пор, как комбинат обанкротился. В итоге, лишь в конце дня ведомства определились, так как завод – опасный производственный объект, следить за ним должны в Ростехнадзоре. Там, в свою очередь, пообещали разобраться, кто виноват и что делать. Елизавета Курочкина, Александр Тропин, новости ТВК. Отказаться от Монту и заменить пробу на современный аналог. С таким предложением выступила детский омбудсмен страны Анна Кузнецова. Она пояснила родителям, необходимо дать право выбора, каким способом диагностировать у малышей заболевание туберкулезом. В Минздраве уже готовят соответствующий приказ, а столичные аналитики уже посчитали, эта инициатива принесет производителям препарата почти полтора миллиарда рублей. Виктория Столярова продолжит тему. Я очень боюсь, что когда нам что-то новое предлагают, и нет информации об этом, чтобы наши дети не стали подопытными кроликами. Уколы или инъекции – это своеобразный эксперимент над детьми, причем больше негативный, уверена известная красноярская мама Дарья Масунова. После того, как плановые прививки вызвали тяжелое осложнение у тройняшек, к любым вакцинам Дарья относится с подозрением. Даже пробу Монту детям отказалась ставить. Вот и новое предложение детского омбудсмена – заменить традиционную туберкулиновую инъекцию. На современный аналог, например, Диаскин-тест, вызывает много вопросов. Это больше сыграет на кошельке производителя, уверена многодетная мама. Это очень серьезное вмешательство в организм растущего ребенка. Если особенно ребенок очень ослаб, то такое вмешательство может впоследствии навредить. Я больше всего боюсь фармацевтических компаний, поскольку прививки, так как это по всему, определенный бизнес. Кто за этим стоит, что за этим, тоже непонятно. А вот столичные аналитики уже приводят данные. Как пишет издание «Бизнес-ФМ», фирмой, выпускающей Диаскин-тест, владеет бизнесмен Виктор Харитонин. Ему принадлежит компания «Фармстандарт», которая, например, производит противовирусный препарат «Арбидол». Шесть лет назад, во время эпидемии гриппа, продажа препарата увеличилась в два раза. «Арбидол» пропагандировали бывший министр здравоохранения и главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Прибыль фирмы после этого достигла 5,5 миллиардов рублей. Вот и сейчас бизнесмен Харитонин вновь лидирует на рынке медицинских препаратов. Причиной стало заявление детского омбудсмена страны Анны Кузнецовой. Правозащитница уверена, родителям необходимо дать право выбора, каким из методов диагностировать у малышей заболевание туберкулезом. Среди таких диаскин-тест. По сути, это тот же самый анализ. Отличие лишь в точности, говорят специалисты. Проба МАНТУ является традиционной, мы ее все помним, конечно. И она у нас реагирует как на микобактерию туберкулеза, как реагирует на вакцину ВЦЖ, на штамп вакцинальный, и так реагирует на разные факторы, не зависящие от туберкулеза. То есть это называется ложноположительная реакция, которая возникает в случае, допустим, хронических и аллергических заболеваний, как и, допустим, часто респираторные заболевания, и так далее. Понятно, да? В том числе, кстати, и глистной инвазии. Но и совсем отказываться от традиционной пуговки врачи не рекомендуют. Два метода надо использовать параллельно. Диаскин-тест панацеей не является, и реагирует только тогда, когда заболевание уже развивается в организме. Именно поэтому у малышей до 7 лет традиционная МАНТУ является обязательной процедурой. Проба МАНТУ, как я вам уже сказала, до 7 лет проводится раз в год всем деткам скрининг, диагностика на туберкулезную инфекцию при помощи пробы МАНТУ, туберкулина. Из семей старше это диаскин-тест. По статистическим данным порядка 40-43% детей к возрасту 8 лет практически уже инфицированы микобактерией туберкулеза. И когда мы будем этим деткам ставить туберкулиновые пробы с помощью пробы МАНТУ, они все равно будут положительны. Инфицирование микобактериями и заболевание туберкулеза это абсолютно две разные вещи. И инфицированный ребенок это риск заболеть туберкулезом, но не заболевание. Свою инициативу детский омбудсмен направила в Минздрав и уже там должны разработать альтернативные методы для определения туберкулеза. Виктория Столярова, Виталий Суботин и Александр Тропин. Новости ТВК. Сразу после рекламы расскажем о специальных билетах в Крым. Не переключайте канал. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск и мы возвращаемся к теме происходящего в Санкт-Петербурге. Там, напомню, произошло сегодня очередное ЧП, обрушилась часть стены жилого дома. Сейчас мы готовы рассказать о последних событиях. Так вот, жильцы поврежденного дома в Санкт-Петербурге 22 минуты назад об этом сообщает ТАСС, смогли вернуться домой в свои квартиры. Напомню, там была эвакуация. Связано это было с тем, что стянуты туда были практически все спецслужбы из-за того, что люди сообщили о новых взрывах. Кроме того, в Москве и в Санкт-Петербурге завершились акции памяти жертв теракта, который произошел на этой неделе. Взрыв был в Санкт-Петербурге. Так вот, по самым скромным подсчетам, сообщает ТАСС, опять же, только в Москве пришли больше 50 тысяч человек. Вот такие новости на данную минуту. Сейчас мы готовы вернуться к вашим сообщениям. Сообщениям по теме. Напомню, мы спрашиваем, как вы считаете, что сейчас действительно происходит в Санкт-Петербурге, что вы думаете на этот счет. Здесь несколько сообщений о том, что опровергли уже про бомбу, информация была. Я в шоке. Если честно, бомбы в квартирах это о найденных самодельных изготовленных взрывных устройствах. Самое главное, чтобы никто не поддавался панике. Вот такое сообщение, наверное, самое главное. Давайте к другим темам. Спецтариф для красноярцев на полеты в Крым установлен в 7 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Росавиации. Государственные субсидии для желающих отдохнуть в Симферополе в этом году составили 475 миллионов рублей. А максимальная цена полета варьируется от 2,5 до 12,5 тысяч рублей. Для красноярцев билет в одну сторону по специальной цене остался неизменным – 7 тысяч рублей. Но напомню, что спецтарифы доступны гражданам России до 23 лет и пенсионного возраста, инвалидам первой группы и их сопровождающим, а также сопровождающим ребенка-инвалида. Сегодня в проекте Натальи Кечина и красноярские бренды о сибирских украшениях, которые умельцы производят в нашем городе. Смотрим. Это вот мох, да? Мох, ягель, либо лишайник. Это дерево, кора. Это березовый суель. Дересина очень плотная, но иногда стабилизируем. Можно ее окрашивать. Кольцо с самым настоящим мохом внутри из дерева и ювелирной смолы, которая прозрачно, нетоксична и гипоаллергенна. Мастерская СТОВЕН позиционирует себя как компания, производящая исключительно экологичные украшения. Все только натуральное, из сибирских природных материалов и только ручной работы. Абсолютно наше ноу-хау. Такое больше никто не делает. Это точно я проверял. Это изделия из лосиного рога. Из стабилизированного лосиного рога. То есть делают обычные колечки, из рога точа, гладненькие, ровненькие. Из стабилизированного рога, перстнеобразные колечки. Но я не нашел аналога в мире. Мастера подчеркивают, при изготовлении украшений ни одно животное не пострадало. Лоси, олени сбрасывают рога каждый год. Главное их потом собрать. Да и все остальные составляющие тоже не нарушают гармонии в природе. Супруги Константина и Наталья признаются, да, их дело доход приносит, но пока не такой, чтобы жить безбедно и заниматься только этим. Что до заказчиков, то, как обычно, большое видится на расстоянии. И самый большой восторг выражают всегда иностранные клиенты. Вообще люди, которые вот за границу отправляются своим родственникам, друзьям кому-то в подарок, они прям вау, потому что они очень любят хедмэйт, уже китайские, ну, в принципе, штампованные украшения, они интересны. И они прям вообще... Как? Вот это асимметричные серьги, вот эти вот с фактурой деревянной. Розовый турмалин. Мастерская Джула специализируется на изготовлении украшений из серебра. Конечно, и камни, это не из наших месторождений. Серебро тоже не наше, но практически во всех работах сибирский след. Иногда в прямом смысле. Весьма популярны, например, колечки со следом лапки, медведя или собаки. Кому что нравится. Людям нравится, что вот они фактурные, что они отражают фактуру дерева, что они такие ручные, милые, какие-то сибирские, такие гостеприимные даже, я бы сказала. Почему у вас такие маленькие размеры? А это кольца на мизинец. А, серьезно? Угу. Нынче у модниц сказали нам особо модные кольца на мизинец и фаланге. Самые географически удаленные покупатели продукции джун из Америки сказали, как приятно, что в Сибири живут такие талантливые умельцы. Ой, а нам-то как самим приятно. Наталья Кичина, Сергей Тебеньков, Новости ТВК. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова